Недельный хоккейный марафон стартовал в Самаре за кубок по Волжье дивизиона Б. Сражаются 8 команд из Казани, Оренбурга, Кирова, Сарова, Набережных, Челнов и Самары. Перед 10-летними хоккеистами задачу тренеры поставили серьезную, во что бы то ни стало, выиграть кубок. Приз не только очередной спортивный трофей, но и пропуск в более мастеровитый дивизион А первенства страны. Цель и задачи всегда одни – побеждать. Сегодня, к сожалению, уступили. На этом турнир же не заканчивается? Не заканчивается, все еще впереди. Первая игра. Будем исправлять ошибки, разбирать игру и в новый бой. Самарская команда ЦСКА ВВС готова поменять спортивную прописку, перейти из Б в А дивизион первенства страны. Уверено руководство клуба, тренера и, самое главное, хоккеисты. За последний год в спортшколе поменялись директор и тренерский штаб. И сегодня спортсменов готовят к профессиональной карьере в континентальной хоккейной лиге. Созданный вертикаль в нашем клубе, в Самаре на сегодняшний день, получается, что вот эта вертикаль начала работать. Появились тренера, которым дано персональное задание, которые подписали, видимо, договора или какие-то обязательства перед клубом. И они показывают, что качество своей работы. Ребята все больше и больше хотят заниматься хоккеем в городе Самаре. В пределах 4-5 лет мы уже будем поставлять тот кадровый потенциал детей для команды КХЛ, ВХЛ и РХЛ. Каждый возраст, каждый возраст. Если по одному два игрока будет давать, это будет школа великолепно работать. Поиграть в лучшей хоккейной лиге Старого Света – мечта каждого юного спортсмена, однако реальность более прозаична. По итогам Самарского турнира две лучшие команды Кубка Поволжья следующий хоккейный сезон проведут в высшем дивизионе первенства страны. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.